привет алексей приветствую мы начинаем новый экспериментальный тренинг по работе со списком вот мы готовили его несколько лет насняли много интересного материала где-то около 7 часов который войдет в эту ступень тренинга 1 ступень расскажи алексей для чего нужна работа со списком как ты считаешь и является ли она базовой или продвинутой для кого я всегда считал что это вообще очень легкий стандарт очень легкий стандарт беда в том что к нему начинают относиться серьезно в него надо играть я уже как-то говорил если мы тут посмотрели призыв ли беда морти да можно его пересмотреть в принципе тоже самое все те же самые рекомендации я не буду повторять потому что вся вот эта дневниковая работа это я ее называю работ не надо к ней так серьезно относиться надо взять сказать ну давай попробуем вдруг что получится поэтому просто поиграйте я не знаю как они там обзовут это для меня это задание первое главное задание чтобы вы стали замечательными людьми чтобы вы начали замечать что вас выводит из себя вот можно работать с отрицательными эмоциями там всяко разное отрицательные эмоции это когда ты чеку от гранаты уже выдернул если ты бросаешь в других тебя изолирует от общества потому что агрессивный если ты бросаешь в себя то с тобой потом долго долго работают психотерапевты потому что это называется аутоагрессия или как говорит лазарев запустили программу самоуничтожение я хочу чтобы вы заметили по какому поводу вы выдергиваете чеку все вот это по какому вот я хочу чтобы начали замечать не не надо себя ругать потому что некоторые знаете я такая вся добрая никогда не психую когда начинаешь не разговаривать сколько я вчера прокляла человека и рубля добрее души не бывает так не надо себя ругать потому что она говорит я вообще никогда не ругаюсь я говорю денег что-то не вижу иисус и тот распинал все прилавки церкви ему тоже что-то не нравится чтобы тоже человек более того когда ко мне приезжал там весь остепенённый именитый профессор он сказал мы работаем с агрессией мы ее убираем игру здрасте агрессия это это защита реакция любого живого организма более-менее развитого поэтому я невозможно уничтожить и может только отследить вот я хочу чтобы вы научились отслеживать не надо с ней бороться надо вообще ни с чем бороться не надо в борьбе с собой один я проиграет блин поэтому не надо проигрывать с собой договариваться алексей да можно сказать что этот тренинг учит людей относиться к себе менее серьезно нет это не менее серьезно или группа не относиться к себе слишком серьезно не относиться к себе осуждающий вот так бы я сказал серьезно но не осуждающий но бывает но немножко ну шутя сбилось с верного пути а ну и те же дитя природы пусть дурной но дитя а виной генерал интеллиган аморал вот так вот момент понять что меня вот как только мы начинаем самое начало видеть уже можно с работать главное научиться замечать потом а все понятно более того пока вы не видите что вас подкидывает вы являетесь банкоматом для есть у нас такое энергетические вампиры это вы свой код не знаете а им нужна ваша энергетика они прямо отходят тык 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 они деньгу взяли получили ладно счастлива вот такие поэтому когда выучить свой код на что я подкидываюсь это причем настолько интересно становится когда ты встречаешься с теми же людьми которые раньше на тебе паразитировали мне походят тык 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 человек психует убегает это так забавно становится это когда мне женщина сказала я думал что там я такая сложная работа нет это же игра в стерву это же такой кайф вот научиться играть в эту игру когда вы в нее научитесь играть там я уже говорил ковернадцать побочных эффектов прекраснейших ну да это прям вообще прелесть и собственную энергию экономить и видите это спорить с вами никто не захочет от вас начнут убегать ну подожди я еще только начал уточнять человек уже убегают как паша водопьянов подождите я только начал уточнять со многих никто ругаться не хочет это так забавно более того многие спрашивают как правильно составить первый список его невозможно составить неправильно составляйте как угодно более того когда вы начнете составлять потом второй вы начнете учить себя правильно составлять для себя правильно составлять первый вот эта корректировка она происходит автоматически то есть вот эти два зацепа у пружины они приходят в один этот то есть пружина не может натянуться на одном крае если вас что-то не нравится что-то вам не нравится значит где-то есть второй идеал за который зацеплена пружина на наше подсознание устроено так что туда мы залезть не можем нам нужны какие-то походы к специалистам которые будут делать умное лицо и профессиональному психотерапевту для того чтобы найти вот эту вторую зацепку за что вот эта пружина ему дается 25 минут из 45 минут на консультации и вы платите только за то что вы не умеете объяснить что конкретно если вы хотите сэкономить денег все кто сможет это сделать сами я тем прям респект и уважуха пожалуйста но более того да я сейчас сочувствую нас разучили думать и у нас сейчас клиповое мышление мы не можем не можем представить всю картину в целом но я вам гарантирую когда вы это научитесь потому что мне сначала говорю это не смешно многие говорили ты не смешно но потом когда ты прошел уже чуть чужую читаешь начинает потихонечку лажать то есть у вас еще один момент говорят что чувство юмора не развивается ложь и провокации чувство юмора тоже развивается то есть когда я изучал чувство юмора это когда несколько слоев над ним и тем же смыслом или над одним и тем же смыслом и когда ты видишь как эти слои не совпадают тебе начинается то есть забавно алексей смотри у многих людей когда они начинают работать со списком самостоятельно возникают определенные проблемы сложно уточнять говорить что именно сложно переводить в явление и еще в ряд каких-то трудностей то есть собственно идея этого тренинга у нас отсюда и возникла что чтобы сделать такой тренинг тренинг будет идти две с половиной недели мы будем писать первый список потом писать второй список то есть как должно быть переводить потом как ты говоришь смеяться над собой и главная задача тренинга провести людей вот через начало вот это когда может быть сложно непонятно и не хочется может быть делать может быть заглядывать вот в это как ты говоришь что юмор появляться начал и появляться вот этот навык начал и переосмысление запустилось какое-то вот все боятся что это у них такой маразм сидит в голове и так я успокаиваю вас всех сразу это не ваш маразм это пока вы были очень маленькими вам в голову напихали именно в тот период когда человек не может критически отслеживать то что ему напихивают в голову а когда он сейчас не перепроверил ему приходится жить с этим напиханным маразмом вот когда вы посмотрите что напихали в вашу голову вы всего лишь вот когда вы потом увидите что там вы поймете что вы такого даже придумать не могли это вам засунули туда вы не проверили потому что вам сказали то глава само собой разумеется если ты не знаешь что что само собой разумеется ну и кто ты после этого дебил все и мы нам запретили туда залазить и вот вы когда вы посмотрите какой груз вы несете и этот груз не ваш вот потом становится намного легче чтобы хотя бы не таскать всю эту главное не будем называть это по-французски и рунду о я нашел слово и рунду которую нам засунули вот когда посмотрите произведете инвентаризацию идеалов выбросите то что вам это не нужно и господи я столько лет это таскал я столько лет в это верю и вот это вот радость почему я все время хочу чтобы это была индивидуальная работа что как хорошо что никто этот список не видел но мы будем немножко писать давай-то пожалуйста и проработать я почему потом разработал так что даже если этот список попадает в чужие руки вам это никто не не сможет вот предъявить то есть я специально сделал чтобы это было но как можно больше сохранена ваша и индивидуальная тайна более того вот я когда говорю что составьте список да вот но если на примере того что как-то приехал я в славгород так и если здесь я даю какое-то время на составление списка для профессионала для психолога рассказал завтра все приходим со списками завтра 100 пунктов 100 пунктов все все пришли со списками и я говорю ну давайте я вам покажу как а вы начнете самое безопасное что не страшно опозориться вот вот чтобы понять саму схему потому что здесь даже не нужна психологическая помощь нужен просто человек со стороны и здесь для чего бумага то это тот человек с которым ты якобы разговариваешь чтобы прочитать потом то что ты написал но если не не возникает вот этого зацепки тогда могут ребята помочь они как кураторы они посмотрят им со стороны они хотя бы они не ваш внутренний трамвай который ездит по одним рельсом они хотя бы заметят где есть стрелка которую можно перевести и соскочить с этого круга то есть вот самые такие пустяковые вещи здесь не обязательно глобальная здесь научить опять же еще раз повторяю еще сто раз повторю научить этому мозг научить замечать стать замечательными так потом отследить сколько агрессии но это уже будет чуть чуть дальше так потом посмотреть какая-то агрессия чем она для меня опасно для меня опасно не для других опять же для себя и когда вы захочете захотите вернее что-то изменить своей жизни когда вот это само захочется более того не бойтесь что прям вот сейчас придется так серьезно меня ни хрена не надо менять просто загляните в свою голову вдруг понравится просто вдруг старый чемодан что там какой хлам там лежит то есть вот туда заглянуть и не очень серьезно да с одной стороны серьезно потому что относиться к себе вот ты спросил да серьезно но не серьезно к тому что там лежит вот если серьезно отнестись можно повеситься вот и чем раньше мы избавляемся от хлама тем меньше нести этот рюкзак это представьте вы собрались в поход ваш рюкзак весит сотню килограммов можем заглянуть что там лишнее не но если хотите пожалуйста 10 и все и утюг тоже а основной поток тренинга пройдет в работе с кураторами то есть вы будете дома писать списки в тетрадке потом кое-что из этого присылать нам мы будем разбирать то есть кураторы а также для тех кто не хочет работать с кураторами есть упрощенный тариф где есть только видео материалы которые мы отсняли к тренингу очень уникальные и эксклюзивные материалы вы можете работать по ним самостоятельно в основном потоки будут виде материалы будут задания будут отчеты когда вы это все научитесь скажите не знаю человек обиделся на самом деле это не так уж и сложно так что давайте приглашаю вас давайте начнем работать я этот тренинг ждал столько всего потому что когда его запускаешь вот это начальная стадия тренинга позволяет блокировать даже онкозаболевание так что ребята тренируйтесь упражнитесь может быть поможет добро пожаловать на тренинг